Итак, мы продолжаем. Я, насколько знаю, есть звонок, на который надо ответить. Алло. Алло. Здравствуйте, Анастасий Ликимович. Здравствуйте. Я слушаю вас. Это Зелита Павловна из Абекарского края. Я выполнял вашу программу месяц назад. Вы мне дали программу, я выполнила ее. И теперь я, чтобы продолжить, я хотела... Понятно, понятно. По поводу чего, Зинаида Павловна? У меня вообще заболевания хронические. Вы мне дали свободную радикалу. Я, значит, солевые ванны делала, петрушку у меня, масло. Да. Времяное, значит, это все я сделала. Обертывание. Так, как вы себя чувствуете? Я чувствую себя лучше. Так. Так, значит, ну, на два с половиной похудела килограмма? Да. И все выполнила вот и до. Очень хорошо. Значит, это относительно год. Так. Ну, вот у меня, знаете, аритмия осталась. Так. А у меня 118-120. Понятно. А аритмия осталась? Да. А что не осталось? Вы похудели? У меня подвижность вообще как-то лучше стала. Энергии побольше. Так. Голова как бы не болит. Так. Температура нормальная. Так. Я вот принимала лечение, это гормонально. У меня 46 на 6. У вас бронхиальная астма? У меня, знаете, вот это, носуставы. Да. Это аревматоидный полиатрит. Да, да, аревматоидный полиатрит. Ага. Так, ну вот бронхи хронические, основные заболевания вот такие. Ага. Гипертония. Гипертония, да. 155 на 90. Да, да. Ишемическая болезнь. Ишемическую там не ставят болезнь. Ага. Ну, слава богу, хотя бы это. Гипертония как бы по второму типу. Понятно. Теперь скажите мне, пожалуйста, соответственно, проблема с желудочно-кишечным трактом? Нет, это нормально у меня. Все нормально, слава богу. Печень? Печень, вот, они мне говорят, что возрастные изменения есть, а вот чтобы такие изменения... Ну, на фоне таблеток может быть, конечно, нагрузка. А так вот я перенесла, конечно, лечение вот серьезное. Угу, так, значит, соответственно, с печенью возрастные изменения. Скажите мне, пожалуйста, значит, одна основная проблема – это опорно-двигательный аппарат ревматоидный полиартрит. Да, да. У меня, знаете, вот остались это, ну, кистик вот в руки, понятно, как-то вот это вот, ну, взять что-то в руки тяжелое, кажется, такими предметами тяжелыми. Понятно. Понятно. Значит, значит, соответственно, как одна из основных проблем, которые у вас есть, это аутоиммунитет, да? Да, да, да. Аутоиммунитет. Я же хотела, как бы, ну, отдельно, вы мне сказали, вот в эту общую, перечисла вам заболевание, не сказать, общую выполнить. Да. А потом вот сейчас позвонить, чтобы вы мне, как бы, до дальше направления. Значит, пожалуйста, Зинаида Павловна, мы сделаем с вами так. Вы когда все закончили? Вот обертывание, там, ванны, все, что вы делали, когда закончили? Я их, значит, ровно месяц делала, это, закончила, я их 11 июня закончила. Угу. Ну, через день делала ванны и это, обмазывание этим смесью. Смесью, да. Да, да, забыла я вам до начала это сказать, а все это каждый вечер делала, и на аппликаторе лежало, и обертывание частичное. Очень хорошо. Значит, смотри, Зинаида Павловна, что нам нужно с вами сделать? Вот это поймите, пожалуйста, как называется, досконально постарайтесь понять. И сейчас я вам скажу, что надо делать дальше. Вот вы сейчас прорвете, вы сейчас не будете ничего делать. Обязательно прорветесь ровно на месяц, то есть ровно месяц вы делали, да? Да. И на месяц вы прорветесь. Да, да. Значит, зачем нужно обязательно прорваться? Потому что мы не можем навязать сразу, да, свои собственные желания или свои собственные усилия к организму заставить. Мы не можем сразу заставить организм стать здоровым. Не можем. К сожалению, это так. Но каким образом надо в этой ситуации поступать? Вот сейчас все то, что вы делали в течение этого месяца, включая обертывание, да, обмазывание, ванны, там, очистительные всяческие процедуры и прочее, у вас это все записано, насколько я понимаю, вы знаете и помните, как вы все это делали. Месяц. Записано, да, да. Да. Месяц вы ничего не делаете. Хорошо? Да, хорошо. Ну, кроме, пожалуй, единственное, что я бы посоветовал вам, вот в течение этого времени, месяца, пока вы будете отдыхать, два раза в неделю, не больше, делайте, пожалуйста, горячие грудные обертывания. Угу. И два раза в неделю, два раза в неделю, делайте, пожалуйста, горячие ванны для ног. Угу. Понятно? С раствором? Нет, без ничего. Нет, у обычной воды. Обычная вода. А температура? Значит, вы начинаете всегда в 37, да, и в течение, там, скажем, 7-8 минут подливаете горячую воду в эту ванну, да, с тем, чтобы температура была вот этой воды, в которой находятся ваши ноги, 41-42 градуса. Поняла. Больше не надо. Угу. И вот при этих 42 градусах 8 минут. Понятно? Понятно. Анатолий Федорович? Да. Вот грудные обертывания у меня-то, как вы эти, кисту скрыли, там, жидкость немножко откачали, вот можно, нет ни. И потом, вокруг, как бы, этого места, какие-то включения какие-то, вот есть. Какие включения? Какие? Остаточные или какие-то. Остаточные? Ну, они вокруг, как бы, микроскопические, мелкие, но видно. Вокруг кисты? Да. Значит, эта киста легочная? Нет, это мастопатия. А, вот оно в чем дело. Понятно. Значит, пожалуйста, давайте мы тогда с вами с грудными обертываниями повременим. Угу. Хорошо? Да, да, поняла. Повременим. Лучше всего в этой ситуации использовать чистотел. Каким образом? Угу. Значит, завариваете чистотел. Две столовых ложки. Угу. На стакан горячей воды, градусов 90. Не кипяток. Да, да. Да, даете 20-30 минут постоять. Делайте это, пожалуйста, вечером. И, так сказать, на молочные железы. Угу. Значит, накладываете такой вот чистотельный компресс. Понятно, да? Ну, тёплый такой. Тёплый, не горячий, тёплый. Понятно? Понятно, поняла, поняла. Сверху укрыть платочком или шалью, или чем-то, да? Да. И где-то минут 20-30 вот под этим компрессом полежать. Угу. И так же это два раза, да? Да. В неделю. Да. И два раза в неделю вы делаете, два раза в неделю вы делаете горячие ванны. Не в тот день, когда делаете компресс. В разные дни. Через давать. Да. Понятно? Понятно. Вот это вы делаете месяц. Ровно через месяц вы повторите всю ту программу, которую повторяли. Да, да, да. Знаете почему? Потому что хотите вы или не хотите, но ваше состояние, оно изменилось к лучшему. Да. Вот этот набор процедур, который вы делали, он и привёл к этому лучшему изменению. Угу. Понятно? Поняла. Раз он нам с вами дал вот эти изменения, соответственно, надо дать отдохнуть немножко организму, резервы свои подкачать маленько, запас немножко сделать, понимаете? Да, понимаю. И снова вместе с ним начать эту программу. У меня просьба только одна. Назначенные вам препараты, в силу того, что ситуация у вас достаточно сложная, не отменять пока. Понятно? Это я соблюдаю. Единственное, можно пойти к доктору и сказать, вот вы знаете, у меня здесь стало лучше, тут стало лучше. Вот стало лучше. Нет ли смысла изменить или количество препаратов, или дозы. Понятно? Да. Я у врачей не теряюсь, тоже я говорю, какой-нибудь месяц остается где-то лучше. Да, снизить. Нам бы желательно было просто дозировки, возможно, изменить в меньшую сторону дозировки. Понимаете? Да. Потому что действие этих лекарств, оно все равно сохранится, но будет менее токсичным по отношению к нашему организму. Вот это очень важно, понятно? Понятно. Особенно это касается аутоиммунитета. Вот это, за этим надо последить, понятно? Понятно. Вы когда последний раз делали анализ крови? Я анализ крови делала 8 июня. А скажите, пожалуйста, сои сколько было? 6. 6 сои? Да. При ревматоидном? Да. Это хорошо. Это практически норма. Да. Так что вот давайте мы поступим так, как мы с вами решили. Хорошо? Оно у меня реактивный остался. Ну я понимаю, все реактивные, он останется обязательно, он еще никуда не может деться. Вот когда мы с тобой с вами еще раз проведем этот цикл, да? Да. То, что вы сделали, все. Да, да. Вот я думаю, что там и все реактивный белок изменится количественно в лучшую для нас с вами сторону. То есть очень обязательно все буду выполнять в вашу программу. Очень прошу вас, понимаете, потому что нам с вами заранее хотел бы вам сказать, Зинаида Павловна, что нам придется с вами провести вот этот весь цикл еще раз в месяц, да? Да. Потом снова месяц прерваться, а может быть даже больше, два-три месяца и провести в третий раз. Вот это уже будет результат процентов на 70 лучше, чем это, так сказать, сейчас. Да, было бы так. Буду сделать все. А Трофимович, вот вы с 11 июня, который вот вы общездоровительную для всех программу рассказываете, а вот здесь-то будет по ней? Вы знаете, какая штука решает, ведь не я, Зинаида Павловна. Да, ну ладно, будем надеяться тогда, что у нас получилось. Хорошо. Так, тогда все большое спасибо вам. Ну, я, Зинаида Павловна, всего доброго. Друзья мои, до свидания. Друзья мои, не надо на меня обижаться. Я знаю, что я уже, так сказать, сегодня, днем, тогда, когда вот выйду в интернет-эфир в три часа дня, я, знаете, я знаю, что я получу массу, так сказать, всяких там вопросов по поводу того, возражений по поводу того, что я теряю много времени на обсуждение, на ответы на вопросы, в эфире все так. Я не теряю этого времени. Просто вы никак не можете понять, что у нас, по идее, есть всего лишь, всего лишь по пальцам можно перечесть, 6 проблем, которые превращаются, вот эти 6 проблем, которые я сейчас назову, превращаются в те самые 30 с лишним тысяч нозологий, диагнозов, ярлыков, которые навешиваются нам в качестве болезней. Всего лишь 6 проблем. Понимаете, неужели вы думаете, что, так сказать, вот ванда, которая делала Зинаида Павловна, обертывание, которое делала Зинаида Павловна, относительный голод, который проводила Зинаида Павловна, ну и те процедуры, которые мы с ней проговаривали, неужели вы думаете, что они их лечили? Вот не надо путать этого. Понимаете? Не надо путать. А это не лечение. Это совершенно другая проблема. И вот те процедуры, которые делала Зинаида Павловна, они были направлены на эти 6 проблем, условно говоря, с которыми мы и должны с вами воевать. Вот в чем дело. Понимаете? Ситуация, которую нам описала Зинаида Павловна сейчас с вами, это та же самая критическая ситуация, которую мы формируем у себя, начиная с 27 лет, железно. В 27 лет наш организм перестает расти. В 27, 28, 26, в этот промежуток времени, по нашему возрасту, наш организм перестает расти. Мы уже сформировались. И у нас с вами предстоит там порядка 10 до 35, иногда до 40 лет, некой стабильности, такое плато. Да? Где мы с вами вот как бы не стареем и не молодеем, естественно. Но вот еще вот этот вот процесс старения, он минимальный. И представляете себе, как важно именно в это время провести все то, о чем я говорю. Мы тем самым, вот этот уровень, вот этот срок стабильности некоторой, мы его сознательно продлеваем, и организм идет нам навстречу. Тогда, когда у нас еще нет зависимости лекарственной, когда у нас еще нет зависимости, и от Бог знает еще какого количества вещей, когда мы управляем и... Вот в чем дело, вот с чего надо начинать. Потому что к 50, к 55 годам мы уже обрастаем диагнозами, обрастаем-то лекарствами, обрастаем со всех сторон. И вот смотрите, вот если бы и сейчас я занял Надежде Григорьевне или Зинаиде Пауне, задал вопрос, от чего лечиться будем? От чего лечиться будем? От ревматоидного или от проблем опорно-двигательного? От ишемической болезни? Или, так сказать, от почечной недостаточности, которая есть? Да? Приводить в порядок печень или что-то другое? Они не смогли бы ответить. Они не смогли бы ответить. Потому что единственное, что они могли бы сказать, вот меня мучает больше всего, скажем, условно говоря, опорно-двигательный аппарат, мне тяжело ходить, у меня болят коленки, болят кисти рук. С этой проблемой тоже можно справиться довольно легко. Понимаете? А как же быть со всем остальным? Вот два примера, которые вот мы сегодня с вами конкретных получили. Именно поэтому я так подробно разговаривал с ними. Два конкретных примера. Надежда Григорьевна и Зинаида Павловна. И у того и того критические состояния. Понимаете? И там, и там комплекс проблем. Изменений огромное количество. Но они все находятся в области изменений, причем таких волевых изменений, связанных с применением лекарств в первую очередь. о том, что мы все с вами лечили отдельно. Отдельно гинекология, отдельно неврология, отдельно гастроэнтерология, отдельно легочные проблемы. Все отдельно. А в результате мы разрушили систему, которая называется организм человека. Разрушили. Вот в чем дело. И результаты, которые, безусловно, есть у Надежды Григорьевны и у Зинаиды Павловны, они связаны с тем, что мы с ними начали создавать условия, при которых при которых организм как бы возвращает себе управление всеми теми внутренними, биохимическими, физиологическими процессами, энергетическими процессами, без которых мы жить не можем. И сразу же мы получаем положительный результат. Так вот, друзья мои, шесть проблем, с которыми мы должны с вами думать. первая проблема это гидротация, это вода. Вода. Потому что движение жидкостей, качество жидкостей, которые есть в организме, имеющие под как бы состав которых этих вот жидкостей входит наша кровь и венозная артериальная, вне клеточной жидкость, внутри клеточной жидкость, лимфа. Если мы не изменим, не вычистим вот это наше пространство, мы не станем здоровыми. Второе, на что я обращаю ваше внимание, это интоксикация. Интоксикация, и она не связана вот в нынешней безусловно, так сказать, очень сильное воздействие идет с точки зрения изменяющейся экологии на человека. Да, оно так есть. Никуда ты этого не денешься, оно присутствует. Вот это вот токсическое воздействие самой среды, в которой мы живем. Но в первую очередь мы должны с вами понимать следующее, что эти токсины и шлаки это не как это называется, это то, что мы произвели сами. Бог знает как, мы едим не по-человечески, пьем не по-человечески, живем не по-человечески, тратим себя не по-человечески. Вот в чем дело. И при этом мы даже не задумываемся о том, как это может для нас с вами обернуться. И чем может обернуться. Вот в чем дело. Понимаете? А врачи при этом, так сказать, медицина увеждают меня. Да не переживай ты, пойдешь к врачу, лекарство, выпишут таблетки, и ты будешь здоров. Не будешь здоров. Так вот, проблема в том, каким образом нам изменить вот эту вот ситуацию внутрижидкостную, внутри наших жидких средств, заставить двигаться, работать и нашу кровь, и нашу лимфу, и внутриклеточную, и внеклеточную жидкость. Вот в чем дело. Это второе. Третье. Это восстановление трофики, то есть восстановление питания наших клеток и наших внутренних органов. За счет чего они питаются. Понимаете, какая вещь? Вот интересно, человеку плохо, да? А сосуды у него вроде более ничего. Да? По брюшной артерии, по позвоночной артерии движется кровь, она притекает к нашим внутренним органам, все как надо, по крупным сосудам кровь наша течет, венозная кровь работает, печенка, вроде бы кровь очищает, все как бы оно происходит. Но мы никогда не обращаем внимания с вами на ту часть, которая называется микроциркуляционной частью, микрососудистой. вот она к 45-50 годам уже наполовину практически не работает. А это значит, у кого-то почки, у кого-то мишень, у кого-то гинекологические проблемы, простата, легкие, желудок, желчный пузырь, печень, в первую очередь, понимаете, оказываются в ситуации голода. Голода. Потому что неработающая вот эта часть сосудиков наших мелких приводит к тому, что наши органы и наши клетки недополучают питание для того, чтобы жить. Мало этого, возникает, так сказать, еще одна ситуация, которая вот в медицине называется гипоксимей. Что это такое? Это общая недостаточность кислорода в организме. Надо сегодня говорить, особенно это касается жителей городов. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, вода, интоксикация, недостаточность трофики, то есть недостаточность тонуса, тоническая недостаточность микрочасти нашей созудистой системы, недоработка легких, потому что они тоже перегружены, они тоже грязные, возникающая гипоксимея, которая приводит к тому, что мы начинаем с вами болеть. Хотим мы или не хотим, а уже бактерии, микробы, вирусы, все остальное, это только провокаторы, которые вдруг получили замечательные условия, при которых они могут жить. Вот с чем надо воевать, а как это делать, будем разбирать в следующей передаче. Всего вам доброго, до свидания, я уже не буду принимать звонков тогда. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова